Вот здесь я нахожусь как будто на волнах левая, совершенно точно вся конструкция уходит в этот бок, в землю Ну и справа тоже стремится туда, что-то здесь не так, а комплект достаточно новый, ему нет и 20 лет Стелла заваливается, ну очевидно, а вот здесь целый комплект уже в землю ушел, клюет он в левый угол, а вот здесь совершенно все ровно Как так получилось, что разница-то по годам отсутствует, 10 лет назад оба комплекта поставлены, но вот здесь проблема Встречается вам такое на кладбище? Сегодня мы расскажем и покажем, как правильно установить комплект, подставку Стеллу, памятник, то есть и цветник Как все это заливается поэтапно, как делать так, чтобы не развалилось Не так давно мы показывали вам видео о процессе гравировки вместе с пескоструем Там использовалась гравировка на ус, ручная Вот, собственно, это Стелла, наш гравер Сергей все поэтапно показал и рассказал, как он делал Далее он установил керамическую фотографию, которую мы изготовили Ну и, естественно, в конце надпись была покрыта сусальным золотом Комплект установлен, теперь я поэтапно вам расскажу, как мы это делали и в какие сроки Вот так выглядит участок, который мы будем переделывать Здесь сейчас находится крест и надмогильный холм Уберем вот этот деревянный крест, уберем надмогильный холм Здесь будет стоять гранитный памятник Габрадиабас с цветником Будет красиво! Все этапы работ, начиная с демонтажа, мы вам покажем Первым делом сначала здесь все демонтировали Здесь был деревянный крест и, соответственно, надмогильный холм, который остался после похорон Мы все это демонтировали, посмотрите видео Далее, когда все демонтировали, выровняли и утрамбовали участок Это был второй этап, он очень важен Без него строить надмогильные сооружения не имеет смысла Так как на рыхлой земле не встанет ни один бетон, ни одна конструкция Выкопали две штробы Связали арматуру для будущей заливки Залиты были две усиленные армированные балки Вы это все на видео видите Никто не должен пострадать при работе Когда мы сделали демонтаж, утрамбовали участок и залили две штробы В это время Сергей, наш гравер, приступил к камню, к гравировке и к дальнейшей покраске Когда залитые усиленные балки подсохли, встал бетон Прошла ровно неделя, если вам интересно знать наши сроки Далее мы начали уже работу со стеллой То есть залили подставку под нее и выставили цветник Подставка уже стоит по уровню Последняя балка прикладная цветника Сейчас будем выравнивать ее по уровню Ну что ж, все у нас здесь стоит ровно Все готовится к армированию и залив Все это тоже мы вам показали на видео Далее выставленный комплект Он армируется, ставится опалубка и заливается В итоге, финально, перед установкой стеллы, это последний этап Мы видим уже на участке залитый цветник и залитую подставку Вот они, они были сделаны первыми Камень уже на участке Сейчас монтажный штырь и установка этой стеллы Особенность этой работы в том, что нужно проводить ее вдвоем Одному заниматься такой работой практически невозможно Между стеллой и подставкой будет гранитный герметик Он будет дополнительно вместе со штырем давать усиление Для чего нужен штырь между подставкой и памятником Если вдруг стелла будет заваливаться, то штырь ее удержит первично И можно будет произвести ремонт Далее, уже в финале, когда нам доставили стеллу от гравера Мы установили ее на подставку Соответственно, на круг вся работа заняла примерно 27 дней Вот так выглядит весь процесс установки Мы вам поэтапно показали Надеюсь, вам все понятно Через некоторое время здесь будут стоять столбики с цепями Это пожелал заказчик как дополнение Мы это все покажем Также весь процесс установки и финальный вид на этом участке Мы постарались добавить в это видео как можно больше полезной информации Если она таковой для вас является Будем рады, если вы напишите комментарий и поставите лайк Это позволит видео продвигаться на ютубе До скорых встреч!